Вчера я начал рассказывать о последнем заседании комитета, назначенного Конгрессом, скорее его демократической фракцией, для расследования обстоятельств захвата Вашингтонского капиталия 6 января прошлого года. Сенсационным было выступление юной Кэссиди Хатчинсон, которая работала прежде в Белом доме у помощника Трампа. Ее выступление было намного короче, чем большинство стандартных слушаний в Конгрессе. Заседание Следственного комитета проходит под руководством бывшего продюсера телекомпании ABC, который ставит их в расчете на максимальный эффект. В частности, он не затягивает их, зная детский объем внимания своей аудитории. Заседание комитета строится по той же модели, что типичный сюжет Netflix. В конце каждого заседания следуют намеки на сенсационные откровения, которые прозвучат на следующем заседании. Такие намеки предшествовали и выступлению Хатчинсон, которую допрашивали на редком экстренном заседании, чтобы подогреть интерес публики и, конечно, говорящих голов. На самом деле ничего экстренного и чрезвычайного в этом заседании не было. Хатчинсон уже давала показания комитету ранее, поэтому он прекрасно знал, что именно поведает она ничтожному проценту американцев, сидевших у ящика в рабочее время. На говорящие головы было любо-дорого смотреть. Они испытывали поистине оргазмическое наслаждение, обсуждая несколько дней подряд убийственные, в кавычках, разоблачения, услышанные от главной свидетельницы комитета. Седовласые ветераны Утаргейта сменяли на голубом экране крашенных ветеранов Рашегейта. Я скоро утомился считать, сколько раз они повторяли бомбшелл, то есть называли показания Хатчинсон взрывом бомбы. Одна голова заверила, что ее показания войдут в историю. Забегая вперед, расскажу о переписке Хатчинсон, который раздобыл на днях консервативный ресурс Daily Caller. 1 февраля она отправила СМС консервативному активисту и сообщила, что еще в ноябре ее вызывали в Следственный комитет, а сейчас уже прислали к ней приставов, которые настаивали на явке. Я просто пытаюсь понять, как вести себя в такой ситуации и как отнестись к этому БиЭС, объяснила в заключении главная свидетельница Следственного комитета. И словами еще в феврале Хатчинсон охарактеризовала его миссию как БиЭС, то есть фуфло, туфту, фигню и тому подобное. Но вообще отказаться от дачи показания она не могла. Трамп и его клевреты немедленно обвинили ее во лжи, а Трамп к тому же заметил, что едва ее помнит. То же самое говорил он про Феликса Сейтера, Льва Парнаса и, наверное, кучу других лиц, многие из которых ему этого не простили. Трамп мастер приобретать врагов. Я не склонен подозревать Хатчинсон во лжи и верю, что она правдиво пересказала услышанное других лиц. Но информацию, подчеркнутую из других и чужих уст, Херсей, недаром за редкими исключениями не принимают к рассмотрению в американских судах. В судах вопросы любому свидетелю также задают обе стороны. В следственном комитете их задает лишь одна, демократическая. Обычно такие комитеты набираются от обеих партий, но спикер палаты представителей Нэнси Пелоса на этот раз отказалась включить в его состав конгрессменов, предложенных республиканской фракцией, которая тогда вообще решила не посылать туда своих людей. Двое власовцев, Лиз Чейни да дочь и Плакс Адам Кинзингер записались в комитет сами и солидарны во всем с демократами. Так получилось, что на заседаниях комитета вопроса задает лишь одна сторона. Это противоречит американской традиции и вызывает малоуважение. Возьмем самый сенсационный эпизод, касающийся попытки Трампа угнать собственный лимузин, дабы присоединиться к мятежникам у Капитолия. Во-первых, Трампа везли во внедорожнике, который президента всегда сажают сзади, а не рядом с водителем, чтобы он, наверное, не пытался вырвать у того руль. Во-вторых, Хатчинсон сообщила эту сенсацию с чужих слов, тогда как сразу несколько либеральных СМИ заявили потом, что и водитель, и командир команды телохранителей Трампа готовы под присягой опровергнуть эту версию. Даже если Хатчинсон видела остатки, осколки тарелки и следы кетчупа на стене Белого дома собственными глазами, версию, что ее разбил разбушевавшийся в тот день Трамп, она знает с чужих слов. И потом, ну, разбил и что? Биг Дил. Свидетница слышала, что захватчики Капитолия шли на штурм, вооруженный до зубов. Но если бы их винтовки AR-15 фигурировали хотя бы в одном кадре, сделанных в тот день видеозаписей, речь идет о тысячах часов, то эту картинку крутили бы у нас круглые сутки. Но ни одной никто не видел. Владимир Козловский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова